Вот и сентябрь подходит к концу. Очень красиво цветет у меня вот такая альпийская или новобельгийская, я точно не скажу астра, но называет ее морозом. Приморозков еще не было, поэтому она очень хорошо себя чувствует, шикарно распускается. Пять видов у меня здесь, повыше, пониже. И вот они все прекрасно цветут. Вот эта вот у меня голубая, но камера не передает. А сзади у меня там такая пурпурная и малиновая. Она довольно-таки высокая. Ну, собственно, цель моего видео – показать вам цветок, который вы не знаете. Вот он. Он теперь один из моих самых любимых. Три года назад я была в Подмосковье в гостях. И когда я увидела этот цветок в цветнике у своих знакомых, я удивилась. Да что же это за такое растение, которое я не знаю? И так разглядывала, и так. Нет, не могу догадаться, что это. А оказалось, это циния. Циния карликовая. Циния, которая цветет больше трех месяцев, выглядит всегда опрятно. Совсем не похожа на вот эту цинию, к которой мы привыкли. У которой такие жесткие листья, которые смотрятся несколько так грубовато. Нет, вот эта циния производит совсем другое впечатление. Начинает она цвести еще когда высотой 15 сантиметров. Распускается такими красными цветочками. Потом приобретают такой более оранжевый цвет. И после того, как они отцветают, начинают завязываться семена, цветочки коричневеют. Но они абсолютно не видны, потому что в это время из пасынков вырастают новые цветы. И закрывают эти наши неопрятные. Поэтому выглядит эта циния всегда очень аккуратно. Абсолютно неприхотлива. Я ее ничем не подкармливала. Прополола пару раз. И все. Потом она смыкается. И бурьяны уже пробиться не могут. Вот сегодня уже конец сентября. А посмотрите, как она смотрится. Редкий цветок может по опрятности сравниться с ней. Вот я вырвала одно растение, чтобы показать вам, как оно выглядит. Видите, корневая система не очень большая. Но посмотрите, сколько оно дает побегов. Видите, из пасынков идут все новые и новые цветоносики. Они бы зацвели, но скоро морозы и, увы, нет. В общем, его надо посадить на рассаду как можно раньше, чтобы он подольше цвел. То есть у него возможности просто неограниченные. И когда цветочки только распускаются, а не такого очень красивого оранжево-красного цвета, их можно использовать и в букетах. Вот такая цинья. Спасибо селекционерам, что вывели такой сорт. Сажать ее надо же на расстоянии где-то 30 сантиметров на солнечном месте. Вот там уж она себя хорошо проявит. Еще я выписала из Англии фирмы Томсен Морбен вот такую цинью. Вот так она должна была выглядеть. Все цветы должны были вот, ну, хотя бы вот такими быть. Но она в основном у меня получилась белой. Еще я выращиваю цинью красную ради ее цвета. У нее, конечно, уже такие более грубые стебли, такие шершавые листья. Вот, но из-за того, что она вот такая вот красная, она в цветнике смотрится очень красивым, ярким пятном. Сейчас фото покажу. Этой циньей, конечно, никого не удивишь. Вообще, селекционеры настолько сейчас постарались, столько разнообразных сортов появилось, что просто удивляешься. Цветники можно украшать этими цветами. Хотя я к ним отношусь не с таким трепетом, как к многим другим цветам. Пройдут годы, и я думаю, эта цинья появится и в магазинах. Очень многие смогут купить семена ее. И уже посадив у себя один раз, вы уже не откажетесь от нее. Настолько она неприхотливая, настолько она не капризная. Я не видела, чтобы у нее были какие-то болезни, и подкормок она не требует. А цветет она очень долго, до самых-самых морозов. На этом все. До свидания. Всего хорошего.